И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня у нас замечательная погода, я решил записать видос. К сожалению, я не могу так часто записывать видос, так как реабилитация, и пока особо никуда не хожу. Ну и семья, сами понимаете, тоже время очень много занимает. Сегодня у нас локация немного другая. Как вы видите, я нахожусь на площадке детской. И это неспроста. Сегодня как раз речь пойдет про детей, про рождение детей, про то, как вообще все это происходит в Японии, сколько стоит, что нужно сделать, какие там регистрации и тому подобное. Все более подробно я расскажу. А пока наливайте чаек, берите печенюшки, бутерброды, усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Начнем с того, что сперва нужно определиться, в какой клинике вы будете проходить обследование, ну и в дальнейшем, возможно, это ваша супруга будет рожать. Тут надо определиться в плане не то, что там ближе, а в то, что лучше. Потому что не все клиники одинаково хороши, как говорится. В Японии нужно очень четко понимать и читать отзывы, то, что люди пишут. Потому что бывает, когда приходишь, вроде клиника хорошая, там все хорошо внутри, но по отзывам написано, что не очень. Начните с того, что посмотрите, какие клиники. Если нет рядом от частных клиник, то можно записаться в государственную. Государственные тоже нормальные, но судя по отзывам и вот то, что мне друзья там рассказывали, что не очень. Поэтому я сразу отмел государственные, пошел в частные. В частные клиники в целом по деньгам то же самое выходит. Не намного дороже. Если, к примеру, государственная, у нее там определенный, ну как бы стандартный пакет там идет, то в частной больше разнообразия, там более как бы улучшенный сервис. У нас есть хорошие, например, программы. Можно даже выбрать именно под себя. Когда вы уже определились с клиникой, вы туда начинаете ходить. Первый прием там за денежку, естественно. Я не помню сейчас, сколько чего конкретно стоит, но в среднем прием от 4 до 10 тысяч йен. Где-то так. То есть прием, потом, значит, вам выписывают направление в муниципалитет. Вы с этим направлением идете, ну если все подтвердилось, вы идете с этим направлением в муниципалитет, где вам должны выдать книжку по уходу, ну как по беременности и также по уходу за ребенком. Также к этой книжке полагается такая беленькая, то есть синяя книга это для вот для ребенка там по уходу за ребенком, типа как его карточки, ну и в то же время это мануал для обучения родителей, потому что не все японцы, они как бы понимают вообще, что нужно делать. Для них по-любому нужен мануал, это само собой. Если его не будет, то они будут как бы жить, как и жили, и возможно навредят. Поэтому дают мануал, синенькая книжка и с ней вместе идет белая книжка, такая небольшая, это купоны на скидку на приемы к врачу. Купоны разные, там от, начиная от 4000 до 20 практически, там 1000 йен купоны есть. Но естественно вы полностью 100% не сможете заплатить, это только часть оплаты. А остальное вы в любом случае сами должны доплачивать. И как бы независимо от того, будете вы ходить в государственную клинику, будете ходить вы в частную клинику, платить придется все равно везде одинаково. Так вот, что касается этой книжки. С этой книжкой потом, с двумя точнее этими книжками, вы идете обратно в клинику по рождению, вам назначают там определенные сначала раз в месяц, к примеру, осмотры, потом раз в две недели, потом раз в неделю. После того, когда уже вот подходит время к рождению, вам предлагают воспользоваться государственной поддержкой. Государственная поддержка, что это такое? Это государство выделяет вам 420 тысяч йен на рождение ребенка. Но эти деньги вы в руки не получите, эти деньги автоматически как бы перечисляются в клинику по рождению. Вы можете отказаться от этих денег, но таких людей очень мало, обычно все соглашаются. Что вообще, сколько все это стоит? Ну, как я уже сказал, приемы примерно по 5-10 тысяч стоят. Вдобавок к этому, когда уже время подходит к рождению, вам предлагают выбрать комнату и вообще способ рождения. Там разные способы, и кесаровые, и обычные, с обезболивающим, без, там арома и все остальное. То есть это все стоит отдельных денег. Самое главное, это уже после рождения, какой вот, в какой комнате вы предпочитаете находиться. Там есть обычные комнаты, где 4 человека в одной комнате. Есть комнаты, где 2 человека в одной комнате. Ну, там в ней есть душ. И есть комнаты, в которой, там, где 1 человек, и в ней также есть душ. Ну, это вот на примере моем. И рассказываю. То есть мы выбрали, к примеру, там, где 1 человек. Почему? Потому что в эту комнату можно спокойно прийти и остаться там на ночь. Во все остальные, там, где 4, там, где 2 человека, вы не сможете так сделать. Потому что, во-первых, вам нужно каждый раз записываться на прием. То есть на то, что вот хотите прийти. Каждый раз вам нужно регистрировать время, с какого по какой вы там будете. И, соответственно, после этого уходить. Да. А в этой комнате, где 1 человек, вы можете оставаться, помогать и делать там все, что нужно. Вот, что касается оплаты. Да, комнаты стоят недешево. Ну, вообще весь этот процесс стоит недешево. Самые дешевые, вот такие комнаты, где на 4 человека, и самый простой, без всяких обезболивающих. Вообще программа стоит около полмиллиона йен. Это начальная цена. Далее начинаются уже цены там, если там, где 2 человека, там, специальные комнаты и так далее. Уже 600 тысяч, 700 тысяч йен, там, и до миллиона доходит. То есть, в зависимости от того, что вы выбрали, какую программу, то есть, у вас будет такой вот счет в конце, после того, как вас выпишут. Естественно, если вы согласились использовать государственную поддержку, эти 420 тысяч, вам заминусуют эти 420 тысяч в этом счете, в последнем. То есть, вам останется выплатить только остаток. Но, конечно же, на этом все это не заканчивается. Вот вы, к примеру, закончили, то есть, вас выписали, вы получили эти все документы. Что дальше делать? Вам нужно эти документы скорее зарегистрировать в первый месяц желательно. То есть, с этими документами вы идете в муниципалитет. Что там за документы? Это выписка из больницы, где вы должны написать имя, фамилию, ну и отчество, если вам нужно. Отчество записывается в графу имени, то есть, имя и отчество, потом фамилия там пишется. Если вы отчество не записали, то в вашем посольстве, вот, на примере моем, в российском посольстве, вам не зарегистрировают отчество. То есть, у вас будет просто имя, фамилия. Поэтому это нужно иметь в виду. С этими документами, как я уже сказал, с выпиской из больницы, вы идете в муниципалитет, вам регистрировать ребенка по месту жительства. Регистрация бесплатная, но документы, получается, вы в любом случае платно. У нас стоит примерно один бланк 300 йен. Что это за документы? Это свидетельство о рождении японское, и вместе с ним идет уже, как, вместе с ним нужно получить прописку. То есть, документ о том, что этот ребенок прописан здесь. Далее, вот с этими документами, с пропиской и с документом о свидетельстве о рождении, вы должны обратиться в Министерство юстиции. Министерство юстиции, в свою очередь, должно поставить апостиль. Апостиль, это как бы нотариально заверяет он, что да, действительно, документы подлинные. Вам нужно просто написать заявление и отправить письмом. Там вот такие есть письма на формат А4, латопак называются. Отправлять этим письмом туда, в Министерство юстиции, этот конверт. Потом он к вам обратно приходит уже с апостилем. С этими документами, опять же, в первый месяц, повторяюсь, после рождения, вам нужно быстрее идти в ваше посольство, либо там, где вы, например, я на своем примере расскажу, в российское я пошел. Соответственно, там заполняется заявление о том, что хочу там, чтобы ребенок получил там российское гражданство. И на основании вот этих документов то, что у меня они есть там. Также там должна жена написать, что она не возражает, чтобы он получил российское гражданство. И после этого документы отдаются туда. Там платится небольшая пошлия, ну как небольшая, за там заверение переводов там. А, да, забыл как раз, да. Вы еще должны будете вот эти документы, которые у вас пришли там написать, еще и переводы на них на русский язык сами. Ну, бланки есть в интернете, это ничего сложного, можно скачать. Вот эти переводы вы также прикладываете к этим документам. Это перевод свидетельства о рождении и перевод, это справки по месту жительства. Их прикладываете к документам и идете в посольство. Там уже вам нужно будет заплатить пошлину. Там все вместе, где-то у меня вышло где-то 17 тысяч иен. Это гражданство, там заверение и все остальное. И уже с этими документами, как бы с оплатой вы там отдаете все в окошко. Они вам говорят, например, приходите через месяц, там, к примеру, вам выдадут уже это самое. И гражданство, и там паспорт уже можно будет на паспорт подать. Паспорт тоже как бы нужно оплатить, там пошлина небольшая. И уже когда вы получили паспорт, с этим паспортом уже можно идти спокойно в миграционную службу. В миграционную службу для чего нужно идти? Чтобы получить картушку резидента, потому что фактически у вас ребенок не зарегистрирован в японском миграционном центре. Он у вас только зарегистрирован в местном муниципалитете. А миграционка об этом пока еще не знает. И вот чтобы она узнала, вам нужен обязательно какой-то документ, удостоверяющий личность, либо свидетельство о рождении японское, и с ним уже идти в миграционку. Миграционка, если вы пришли просто со свидетельством о рождении, то в этом случае миграционка вам зарегистрировать его по, ну как сказать, потому что вы там написали Иван Иванович Иванов, к примеру, вы там написали, вам так и зарегистрировали. Почему я сначала пошел, получил паспорт? Вот, рассказываю, чтобы не ходить два раза в миграционку, потому что в случае, если вы получили сначала карточку резидента, потом зарегистрировали ребенка и получили паспорт в посольстве, вам нужно с этим паспортом еще раз идти в миграционку и менять там имя. Почему? Потому что в российском загранпаспорте переводится только имя и фамилия. Отчество не имеет перевода на английский язык. А если отчество не имеет перевода на английский язык, то его не регистрируют в карточке резидента. В этом случае вам в любом случае придется менять имя в карточке резидента, писать заявление и опять ждать. Ну, это просто потеря времени, поэтому лучше сделать вот по такому сценарию. Опять же скажу, что в случае, если вы хотите получить двойное гражданство, то ничего страшного, вы спокойно идете в, сначала, например, в российское посольство получили там гражданство, потом с этими же документами из муниципалитета идете в другое посольство. В моем случае, вот я в филиппинское посольство ходил, также получил там гражданство. Да, двойное гражданство, оно не запрещено, но желательно въезжать в свою страну по своему паспорту. По паспорту этой страны это будет намного выгоднее, потому что вам не нужно будет визу и все остальное. В случае, если у вас есть японское гражданство, то тогда вам выдают ребенку гражданство по рождению, сразу японское. В Японии нет такого, как в Америке, что если ребенок родился в Японии, то значит ему автоматически дают японское гражданство. Нет. Если родитель является гражданином Японии, в этом случае да, один из родителей я имею в виду. Если же не являются гражданином Японии, ни один из родителей, то не дают. Вам дадут только гражданство той страны, которой вы принадлежите. Но опять же, вы должны подать сами документы эти. Если вы не подали, то вы не получите гражданство. Но там какие-то тоже штрафы, пения есть там на просрочку, я точно не помню. После того, как вы зарегистрировали и получили карточку резидента, то все, все нормально. Далее вам нужно уже просто прийти в муниципалитет и вам в муниципалитете выдают такой квиток, что ваш ребенок все зарегистрирован. И если у вас еще есть на него страховка, на ребенка, то вам выписывают, ну как сказать, такой типа как открытку дают, которая позволяет вам получать бесплатное медицинское, скажем так, обслуживание в любой клинике Японии для ребенка в детской клинике. То есть вы приходите, например, вам нужно сделать там вакцины первый месяц, там, первый, точнее, во второй месяц, со второго по третий месяц нужно там вакцины какие-то делать. Вы приходите в клинику, показываете эту открыточку, они все-все это записывают и потом вам бесплатно, спокойно делают вам, вашему ребенку прививки. Это действует, по-моему, до трех лет, до трех лет это все дело. После там уже надо либо там в садик отдавать, либо еще куда-то, но там уже прививки никакие не требуются. И там можно продлить вот эту карточку, там, я не помню, сколько это стоит, но если вам это не надо, то как бы можете не париться. Ну вот и все на сегодня. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну а с вами был Дэн, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok